Они приготовили вкусные завтраки, преодолели спортивные состязания, раскрыли свой творческий потенциал, а теперь продефилировали на сцене. Соревновательная часть проекта «Люберецкая супербабушка» завершилась конкурсом красоты. На заключительном и самом зрелищном этапе побывала Луиза Егезарян. Участник номер четыре Наталья Орлова. Друг за другом на сцену Дворца культуры выходят 33 участницы конкурса «Люберецкая супербабушка». Сегодня они почувствуют себя настоящими моделями. Они предстанут перед членами жюри в четырех разных образах. Приходили, готовились, занятия были. Елена с нами всегда занималась, всегда показывала, учила нас. Мы многому научились. Все супер, все очень понравилось. Результаты занятий налицо. В то время как зрителей развлекали артисты и ведущие, «Люберецкие супербабушки» перевоплощались за кулисами. Под бурные овации они синхронно танцевали и дефилировали в образе домохозяек, путешественниц и спортсменок. Заключительный выход в вечерних нарядах. До подведения итогов конкурса почти два месяца, но все это время участницы проекта не будут сидеть без дела. Впереди у них насыщенная культурно-досуговая программа. С 15 июля мы всей группой выезжаем в отель «Орловский» на «Орлов фест», где будут представлены дизайнеры, модельеры. И я думаю, что наши супербабушки станут каким-то даже участниками этого действия. И в августе мы поедем. У нас несколько вариантов, куда поедут. Поэтому сейчас у нас на обсуждение. Либо мы поедем в Тулу на праздник пряника, либо у нас есть предложение поехать в Рязань на праздник малины. Но главное событие произойдет во время празднования 400-летия города. 2 сентября станет известно имя обладательницы титула «Люберецкая супербабушка-2023». Ну что ж, дорогие друзья, это наши любимые супербабушки.